Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана, и мы продолжаем тестировать новинки Фаберлик. Что у нас с вами на повестке дня? На повестке дня у нас ампульные концентраты, которые, собственно говоря, сейчас и будем тестировать. Я зеленый, самлый протестирую на Ксюшке, а вот для окрашенных волос на себе. У нас с вами будет подробный отзыв на алхимик, на парфюмерию, спорную очень. Очень подробный отзыв на швабру, вот эту вот для уборки. И девчонки еще просили на пудру софтмат тоже подробный обзор снять, рассказать, что, как, зачем и почему, как долго держится, как хорошо матирует и так далее. Поэтому об этом тоже поговорим, все покажу. Итак, поехали. Так, ампульный концентрат, защита цвета, артикул 103.14. Что нам надо с вами сделать? Средство с высокой концентрацией питательных веществ. Так, понятно, способ применения. Встряхните перед использованием, как самостоятельное средство, перед мытьем головы. Нанесите на сухие волосы, оставьте на 5-10 минут, далее смойте. Но чтобы нанести на сухие волосы, мне кажется, мне, по крайней мере, надо таких штук 10. Потом, значит, добавьте несколько капель в ваш бальзам или маску для волос. Добавьте содержимое ампулы, ну, как и были у нас ампулки с вами раньше, да, ухаживающие, в окрашивающую смесь для волос, не более двух ампул за одно применение. Как интенсивный ночной уход, нанесите средство на волосы на утро, смойте шампунь. Слушайте, давайте с вами попробуем рабочий такой медик. Сейчас посмотрим, какой расход будет, не знаю. Я хочу попробовать нанести, я как медик ампулу стряхиваю, попробовать нанести на сухие волосы перед шампунем, посмотреть, как они себя будут чувствовать. И потом можно попробовать нанести в бальзамчик, прям вот пару капелек. Так, скрыла ампулу, она такая интересная, красивая, розовая, и здесь золото. Так, пока половинку выдавила в руку где-то, не очень удобно, прям вот масло масляное, смотрите. И на кончики нанесу, кончики у меня сухие однозначно, как бы, я тут даже не спорю. Я не люблю на самом деле, когда волосы прилизные. Но в принципе, если очень сильно постараться, одной ампулы может хватить. Смотрите, как сразу волосики блестят. Если очень сильно постараться. Нет, я даже не половину вылила, слушайте. Хватит. Если только на кончике, то хватит. Вот таким образом походить немножко. И смыть потом с шампунем. И посмотреть. И все-таки хочется добавить еще немножко потом в масочку. Я даже оставлю, наверное, взять эту или новую, сейчас скрою, посмотрю. Вообще прям тактильно масло. Одушки никакой не чувствую вообще. Ну, в общем, вот таким вот образом распределяю. Несколько капель оставляю на маску. И потом к вам вернусь. Я вообще мою шампунем для жирных волос, потому что у меня жирная кожа головы. А шампунь мы с вами подбираем именно по этому типу. Не по состоянию волос. По состоянию волос. У вас сколько еще осталось? По состоянию волос мы с вами подбираем бальзамы и маски. О, несколько капель всего хватит на масочку. А шампунь по типу кожи головы. Поэтому я мою такими шампунями для жирной кожи головы. То есть они волосы немного подсушивают. Но я как бы это люблю, мне это и нужно. Вот. Поэтому сейчас будет видно, сработала ампулка или нет. Ну, все вроде. Вот так. Если сильно волосы повреждены, мне кажется, можно прям даже еще, знаете, как несколько капель, но приблизительно тоже вот такое вот количество добавить в несмывашку. Вот у меня есть одна несмывашка у Ксюшки. Я ими не пользуюсь практически. Потому что, опять же, повторюсь, я люблю, когда ух на голове. А Ксюшка пользуется. Ее не расчешешь, иначе. Я ей вот сейчас, наверное, девчонки, добавлю одну ампулу самой целиком. Прям на флакон несмывашки. Потому что для ее волос это будет нормально. Ей не утяжелит даже. Ну, и ампулу мы с вами не смотрели. На Ксюшке буду делать, тогда вам покажу обязательно. Ампулу. И расскажу про их. Все, они прям масляные, видите, сосульками весят. Вот, поэтому, если волосики сильно повреждены, можно и в несмывашку добавить, и будет, мне кажется, классно. У нас такого способа применения на упаковочке нету. Но мы будем иметь виду. Так, все, похожу, смою и посмотрим потом. Давайте сразу расскажу уже про водичку-алхимик. Это, конечно, спорный парфюм, на самом деле. Я не очень люблю парфюмы такого направления. Поэтому это не мой аромат однозначно. Я его носила уже долго. Тестировала и в крифе, и в кусь. Я знаю многим он понравился, очень понравился. В нем есть какие-то интересные притягательные нотки, но я не люблю вот эту вот горчинку, шипровость. Но даже не шипровость, а к шипровым ароматам как-то более-менее отношусь. Но есть здесь все равно немножко шипровость. Вот эта вот горчинка чего-то зеленого. Я не знаю, как вам еще описать. Надо потестировать. Я уже говорила, не поленитесь, если вы сомневаетесь, возьмите пробник. Потому что аромат спорный. На мне вот эта горечь, на моей коже, да и на одежде, в принципе, она проявляется очень сильно. Поэтому я не люблю. Фу! Комплиментов по поводу этого аромата я не получала. Я с ним ходила каждый день практически. У нас девчонки такие, как бы, во дворе. Если нравится, они обязательно отметят. Поэтому нет, аромат однозначно не мой. Как-нибудь доиспользую. Не знаю, может быть, вот как освежитель в ванной комнате. У меня стоят такие цветочки. Вот можно так это пшикать. Для ванной комнаты прям нормальный аромат. Я не хочу никого обидеть, девчонки. На самом деле, кому этот аромат нравится. Но он не мой, однозначно не мой. Не люблю такие ароматы. Вот что зеленое яблочко. Много у нас таких ароматов. Раз их делают, значит, все-таки кому-то они нравятся. Поэтому смотрите сами, думайте сами. Я почему-то вот сейчас, когда распылила его в ванной, еще почувствовала какую-то отдаленную нотку от Баккарару 540. А его я вообще в последнее время переваривать не могу. Знаете, вот когда проходит человек с ароматом, неся на себе этот аромат, у меня прям рвотный рефлекс и буку. Не знаю, от времени года может зависеть. Но летом, когда вот это носит, это вообще, я считаю, перебор. Это в радиусе 200 метров люди просто штабелями падают, вымирают. Вот, так что, девчонки, у меня сложилось такое впечатление, но он мега стойкий. Он мега стойкий, он и на одежде, и на коже. И мне кажется, даже почему-то на коже он у меня еще более стойкий, чем на одежде. На одежде он как-то обыгрывается по-другому, а на коже прям вот я его ощущала аж с утра. Да. Так что смотрите, берите пробничек, тестируйте лучше из него. Так, ну что, мои хорошие, рассказываю про ампулу, и будем потом делать с вами не макияж, уже макияж сделан, пудру. В целом мне понравилось, вы знаете, волосы у меня пожженные, и в целом мне понравилось. Они у меня высказали естественным путем, я их не укладывала феном, не наносила никакую не смажку. Я помыла волосы шампунем, да, после того, как мы их нанесли, и сделала потом масочку, и в нее вот добавила как раз остатки из той ампулы. Минут пять маску подержала, и нормально, блестят, хорошенькие такие, мягенькие. Мне понравилось. Вы знаете, мне понравилось. Ксюшке навела уже раствор с ампулой в спрей ее для волос, добавила ей вот ампулу. Ампулы, посмотрим, как будто у нее волосы расчесываются. Так, по пудре, девчонки, просили отзыв на SoftMate. 6048 у меня артикул, самая такая красивая, на мой взгляд, самый красивый оттеночек. Такой слегка бежевый, но и то сейчас мне под загорелое лицо, он немножко светловат. У меня нет никакого контуринга, ни тонального крема на лице, ничего. Немножко вот тут вот в уголках консилера, и все. Но на тональный крем я ее тоже пробовала. Что хочу сказать? Сразу принесла пудру, которую я считаю лучшей на данный момент Фаберлик. Именно пудру вот. Она лучшая. Они похожи. На самом деле похожи. Это Эциклоген у меня в артикуле 6830. Такое ощущение, что вот SoftMate – это что-то очень-очень похожее, но Эциклоген как-то покруче немножко. То есть Эциклоген, она немножко посильнее, что ли, блюрит. Мы с вами ее тестировали, когда она очень хорошо затирает, особенно когда наносить спонжем родным морщины, особенно носокубки. То есть они разглаживаются. Она реально круто блюрит. Это тоже хорошо блюрит. В ней есть такие компоненты, которые не только матируют и припудривают, но и блюрят круто. Кисть для пудры моя уже приказала долго жить. Надо обновлять. Хотя я пудрой-то не пользуюсь. Так, давайте смотреть. Я сейчас нанесу, давайте, одну сторону кистью, опять мы с вами так потестируем, а другую сторону нанесу спонжиком из пудры и Эциклогена. Мы посмотрим для достоверности. Набирается она хорошо, набирается деликатно, и кистью получается совсем такой незаметный финиш. Вот. Сейчас у нас прохладно сегодня, поэтому у меня особо блеска нет, но все равно видно разницу, да? Уже видно. Припудриваем личико, и вот носогубка опять блюрит, блюрит. Девчонки, морщины делает менее заметными. Если вы, конечно, лицо свое не пересушили, перед этим сделали хороший уход, увлажнили его как следует, и сверху нанесли вот эту пудру, или даже сверху тонального крема, действительно блюрит морщинки. Очень неплохо. Видите, опять вот носогубочка, она сгладилась. Это круто на самом деле. Так что пудра очень-очень-очень достойная. Мне понравилось. Но у меня как-то экциклоген, что ли, подольше вот этот эффект держится. Но этой, софт-мат, я пользовалась просто в такую жару. Ну, и экциклоген, в жару, и экциклоген как-то получше держит, мне кажется. Так вот ровно половину лица делаем, и, в принципе, разницу видно, да? Можно попробовать даже декольте. Тоже все очень хорошо. Видите, блюрит морщинки даже на шее, вот эти вот заломы точнее. Тоже блюрит, разглаживает. Интересный такой эффект. Очень годные стали делать пудры Фаберлик. Вот очень годные, я прям не ожидала, если честно. Так, теперь у нас беру пуховочку из коллаген. Отряхнула немножко, а то он у нас в пудре. И попробую пуховочкой, то есть такой ядреный вариант. Набираем. Такими прихлопывающими движениями наносим. Замечательно, правда? На сагубке тоже исчезла, заметили? Кто любит пользоваться пудрами, однозначно рекомендую к рассмотрению. Однозначно. Тем более, она, по-моему, сейчас вообще в этом каталоге очень дешево стоит. Ну, вот так. Но здесь видно, что побольше, да? Особенно по глазику. Но и пуховочкой поудобнее в таких местах наносить. Я считаю, что очень круто. Я считаю, что эти пудры, две вот, из коллаген и софтмат, они мои. Они прям вот из разряда, вы знаете, крутого люкса по действию. Поэтому однозначно, однозначно, если любите пудру, берите. Так, что у нас с вами дальше? А дальше у нас с вами шважки. Все, посмотрите. Сейчас специально вам поближе покажу. Поэтому я почему-то не думала, что эта насадка тоже сгибается. Если та у нас насадка пластиковая, в обзоре заказаны с вами смотрели, я покажу сейчас ее тоже, то эта насадка у нас внутри с вами имеет металлический стержень. И мы ее можем сгинать, как нашей душе угодно. Хоть вот такую пуховочку пробую из нее сделать, загнуть кружочек. Удобно, очень удобно. Я вот в таком положении, буковкой Г, протирала поверхности, протерла сухой. Сухой прям, можно и слегка влажную ее намочить, сделать как бы, как душе угодно. И так и так пробовала. Очень здорово сухой. Протирала люстру. У нас единственная люстра в доме. Она у нас в зале. И я сейчас сделаю вставочку и покажу вам, как это было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что мне очень понравилось, очень удобно. Не надо никуда лезть. То есть, все, что высоко. Вот, допустим, карниз. Сейчас на него тоже смотрю с вами. С вами общаюсь и смотрю на карниз, который у нас на кухне. Он у нас прикреплен и есть небольшое расстояние, совсем небольшое, между карнизом и натяжным потолком. Это можно, кстати, тоже подлезть. А в зале у нас тоже карниз. В детской потолочной там нечего протирать. А в зале не потолочной. Вот тоже можно как бы вот это все дело протирать. Я такой любитель чистоты, поэтому я такие гаджеты люблю. Сейчас я вам покажу, какая она может быть огромная. Это просто у нас зал 18 метров. Длина он сколько, 6 метров. Она на весь зал раздвигалась. Я не знаю, сейчас кухни мне хватит вам показать или нет. Смотрите, ее длина, высота. Это не 6, конечно, метров. Я наврала. У нас 2,50 потолки. 3,50 что ли, наверное, где-то. Вот она наискосок у меня встала. Я ее разобрала на всю длину. То есть, если вы живете в частном доме или у вас вообще в принципе в квартире высокие потолки, вы ей достанете. С учетом еще своего роста, она просто, девчонки, огромная. И вот вторая насадка я, кстати, пробовала и сухим способом, и влажным. Она вот так просто гнется. Мне очень понравилось ей под холодильником, под диванами своими в зале. Убирать, доставать все пыль, все крошки. Очень хорошо. Сначала я прохожусь везде сухой. То есть, если есть какой-то мусор, он выметается. И потом я ее снимаю, промываю и влажную одеваю на насадку вот эту вот пластиковую. И потом уже прохожусь влажной. И вот это вот ощущение, что у тебя везде чисто, даже в самых дальних уголках, под диванами, под холодильником и так далее, это очень здорово на самом деле. Поэтому классная штука, классная, удобная. Цвет мой любимый. Зачет. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Делайте запросы. На что еще снимать ролики обязательно. Ссылочка для регистрации всегда под видео. И вот здесь сбоку подсказочка. Сейчас очень крутые подарки для новичков. Денежный бонус. Если что, пишите в личку. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok